Друзья, всем привет сегодня на моем канале, меня зовут Алекс, кто первый раз? Мы сегодня первый раз взяли помощь продуктами, вот мы уже второй месяц в Америке и на самом деле все украинцы берут, потому что первое время действительно очень сложно и еда, продукты очень дорогие, дороже раза два, чем в Германии и как бы, конечно же, помощь нужна, поэтому для тех, кто собирается ехать, помощь есть, можно даже без регистрации в 2-3 фудстэмпах знать адреса, приезжать и брать, спокойно выбирать продукты, которые тебе нужны, овощи, мясо, фрукты, яйца, молоко, полностью нормальная еда, поэтому в этом плане тут все в порядке и нет никаких ограничений, ты можешь сколько тебе нужно, пока ты сам не сочтешь, что тебе хватает денег для того, чтобы жить и нормально обеспечивать себя, мы еще ищем только работу, ищем только жилье, поэтому нам нужно и вот мы взяли помощь, сейчас немножко покажу. Сегодня воскресенье и мы познакомились здесь вот с украинцами, с Харьковой, нам они показали и повезли в фудбанк еды, нам это сейчас очень нужно, вот даже цветы и вот такой ящик еды нам положили в багажник, это и молоко, яблочный сок, даже я так скучала, спаржа из Германии, то есть вот это вот можно в принципе в любом фудбанке без регистрации полностью брать продукты, это кладут не в багажник, а сам подходишь и берешь с каждой коробки то, что тебе нужно, вот картошка, кстати малина, малина, яйца, какие-то вон салаты, огурцы, перец, это все бесплатно и даже не нужна регистрация и в принципе можно перебрать, ну вот оно нормально, я полностью, потому что тут продукты очень дорогие, вот купить такой ящик, я вообще не знаю сколько это будет, долларов минимум 200, ну вот мы последний раз ходили в магазин на 170 долларов, друзья, так обалдела от цен на продукты, я сохранила себе вот этот вот, вот смотрите огромный чек, вот это значит магазин Ральф, он причем недорогой, это не органик и тут продуктов ну раза в два меньше, чем нам дали и вот стоимость, я вам покажу 169.17, причем это мы еще платили льготной карточкой, то есть это карточка, которая, так как мы по программе U4U, нам получается дают карточку с деньгами на продукты и эти цены не облагаются налогообложением, то есть они ниже и получается вот это все по льготной цене, причем совершенно, вот я говорю, в два раза меньше, это продуктов немного, это две небольших сумки, 170 долларов, вот реально вот такие цены. О, инжир, супер, вот он инжир, в общем тут много, тут и мясо, и какие-то вот салаты, посмотрим, то есть то, что нам нужно, мы отсюда возьмем и будем кушать, если что-то, конечно, будет не супер, выкинем, так что вот такая вот помощь, и можно ездить хоть там каждые 2-3 дня и брать себе еду, и практически можно ее сильно не покупать, потому что тут очень дорогая аренда и деньги нужны на аренду. Вот, даже вот такие вот салаты дали. Сургодность выходит сегодня, то есть сегодня они еще полностью действуют. И вот, кстати, еще один салат. Вот такие вот наборы тоже есть. И вот я покажу, что вот такие вот наборы, которые можно запечь вечером, вот такие вот фрукты в упаковках, и вот я еще покажу, а то в ящике не показала, вот такие стейки дают, вот стейки, вот такие вот. Это котлеты, кстати, классные, как для бургеров. Курица, филе, вот еще какие-то салаты, инжир, классный, нормальный инжир. Вот еще вот такой, вот такой инжир, я, кстати, очень люблю инжир. Молоко, вот я вот выкладываю, но вот мясо, пожалуйста, без проблем, мясо, яйца. Так что немножечко тоже покажу реально, вот что дается. А это вот нам подарили люди, которые нам сделали спонсорство, спекли хлеб ручной. Вот так вот. Вот мы обедаем с фудстемпа полностью. Вот такой салат с курицей, вкусный, с соусом, авокадо. И вот такие вот суши или сушими. Кстати, с горчицей совсем. Дети любят суши. И цветы. Вот это у нас обед, причем полностью здоровый. Ну и вот я покажу, как это все выглядело. Ты приходишь вот на такой как мини-рыночек, берешь талончик и берешь те продукты, которые тебе нужны. То есть можно взять просто овощи, фрукты, которые там нормальные, там картошка, морковка, помидоры. Можно мясо взять. И вот берешь только в количестве вот этой тележки. И вот я показываю сейчас тележку. Дали на прокат. Как бы такую тележку бесплатно, чтобы довезти до багажника. Ну и все, и едешь. То есть никакой регистрации, никаких документов. Раз в неделю по воскресенье можно прийти и взять продукты. И это огромная помощь сейчас для нас, для беженцев. Так что, друзья, я показала так очень кратко, вот что такое фудстемп, какой набор продуктов можно взять, везде по-разному. И если кто-то решится ехать, тут с едой проблем точно не будет. А все остальное нужно просто дать терпение, нужны силы и ставить цели. Я думаю, что тоже возможно. По крайней мере, я в это верю. Вот поэтому я показываю, снимаю эти видео вот в реальности, как наша семья проходит какой путь. Всем пока!